На одном стрингах есть конкретно упражнение, в котором я помогаю людям осознать. Это простое, но очень крутое упражнение, которое взрывает мозг, куча инсайтов. Я помогаю людям осознать, какую роль сыграли другие люди в их жизни. То есть это делается просто. Список результатов, которые они очень ценят в разных сферах жизни. Например, знакомство с женой, занятие должности, выбор профессии, все что угодно. Потом мы переходим, кто повлиял на то, чтобы это появилось в своей жизни. Кто познакомился с человеком, который повлиял. Ну и так далее. И мы смотрим, кто эти люди, без которых это бы не произошло. И потом я спрашиваю простую вещь. А ты поблагодарил этого человека? А я вообще... Люди говорят, да я и не знал, что это он. Я не думал, я думал это само. Я self-made man. Я большой противник этой позиции. Никаких self-made manов нет. Есть большое эго, натянутое с маечкой сверху self-made. Я сам себе сделал. А где родители? А где семья? А где общество? Где друзья? Где школы? Эти люди как будто не верят в это. На самом деле, если человек их посмотрит, все результаты его жизни пришли от каких-то людей. Благодаря каким-то людям. И следующий шаг я прошу. Вот сразу после программы, кому ты позвонишь и спрашиваешь. Люди говорят, я позвоню тому-то. Я говорю, окей, выполни обязательно. И те люди, которые позвонили, передали эту благодарность, вызвали, понятно, сумасшедшее удивление с той стороны. И в том числе начинают жить совсем другой жизнью. Они начинают в своей голове придавать большую ценность людям, а не своим достоинством, врожденным навыком или каким-то ситуациям. Это очень прикольный такой подход к жизни, который я вижу, люди берут и проповедуют в своей жизни на уровне поступков. И это работает. Это работает, и люди становятся более духовными. То, что они называли себя духовным. Человек с ценностями, с определенными взглядами и так далее. Это помогает. Тоже нет рецептов. Однозначно нет рецептов. Невозможно человеку сказать, вот дело это, это, и ты станешь совершенным. Невозможно. Работать над собой – это... читать, слушать, смотреть. Почему? Вот мы уже говорили о том, что тяжело все скульптурой у нас в стране. Ну, потому что не то читают, не то слушают и не то видят, смотрят. Нужно читать то, что задевает, слушать то, что создает эмоцию, эмоциональное состояние, вводит тебя в эмоциональное состояние. И смотреть, когда и первое, и второе вместе слилось в один единый некий духовный продукт. Ну, вот это. Понятно, что это штучный товар, и его как бы не так много. Но вопрос сегодня, насколько смотрит телевизор, молодежь, например, я не уверен, что много смотрит. Я не знаю. Потому что работа над собой предполагает все-таки знание того, как это делается. А мы все работаем над собой какими-то кустарными методами, если и работаем. Эти кустарные методы нам подсказывают другие люди, которые, если на ком-то его испробовали, этот метод, только на самом себе. А он, этот человек, это не ты, и на тебе он может не сработать. Поэтому я не знаю, может быть, не стоит вот так вот механически и жестко работать над собой. Но как-то вот мы живем, какой-то для себя базовый вектор выбрать, как надо жить. Я сказала, что для меня это стараться быть счастливым и делать так, чтобы окружающие были счастливы и, по крайней мере, по большей части радовались жизни, а не огорчались. И вот в этом векторе жить. А работать над собой, мне прийти, вот эта механистическая формулировка, в этом что-то есть, знаете, такое вот отломки самого себя. Взять свою личность, вкрутить ее в какие-то испанские сапоги, начать винты зажимать. А надо ли это делать? Надо ли из себя делать кого-то другое? Может быть, вот такой, как ты есть, ты на самом деле более ценен? Ты вот прямо сейчас все равно не в состоянии понять, какой ты лучше. Вот такой, как ты есть, или такой, как ты думаешь, ты должен был бы быть. Написал такую песню, мне нравится. Называется «Поздравляю». Ты легко можешь понять, о чем я пою. У тебя неимоверно огромное кью. Ты есть та ягодка, вокруг которой пляшут цветочки. Твою голову в очередь, гениальные строчки. Ты положил конец внутренним разборкам. Ты отдаешь команды эльфам, гномам и оркам. Ты вне конкурса, без комментариев, не для сатиры. Ты не выбираешь, а назначаешь ориентиры, чем я. Я поздравляю тебя и поздравляю. С чем я тебя и поздравляю. Ты чувствуешь, что ты уже большой. Ты научился работать душой. В отличие от всего древнющего населения, в тебя непрестанно капает просветление. И, конечно же, ты не просто влекуешь. Однажды ты все это опубликуешь. Тебя донимается философский альманах. Тебе не досуг. Ты рифмуешь их нах. С чем я тебя и поздравляю. С чем я тебя и поздравляю. Сегодня для тебя балерины надевают пуанты. Ты никогда не опоздаешь. Всегда будут варианты. В своей правоте ты тверд, как гранит. Такое впечатление, что сам Бог тебе сейчас позвонит. Ты владеешь шпагой лучше всякого газконста. Ты заслоняешь с собой солнце. Нет стиля в музыке, на который ты не влияешь. И ни одного из этих качеств никогда не потеряешь. С чем я тебя и поздравляю. С чем я тебя и поздравляю. Ты так тонко чувствуешь в жизни течение. Ты сам по себе имеешь значение. В тебе возможность с желанием связалась. И вдруг ты подумал, показалось. Ну, наконец-то ты понял. Теперь довольно глумится. Пойдем скорее работать. Нам есть к чему стремиться. Ты силен, если у врага выиграл бой. Но ты могущественен, если справился с собой. С чем я тебя и поздравляю. 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 Многие традиции говорят о том, что душа есть. Моя душа потёк. Ну, по-моему, это розовый слон. Я думаю, что это какой-то такой мешок с обезьянами. Дурак такой романтический, который большой. Знаете, пасхальные яички такие деревянные. Надо бы хорошо подумать над этим вопросом. Которые коварные дети используют для того, чтобы разбивать обычные пасхальные яички. Это не бабочка, не арфа, не барабан, не вентилятор. Она похожа на вселенную. Ноутбук. Большой белый медведь. Хотелось бы верить, что она выглядит прекрасным цветком. Маленьким белым, бело-голубоватым котёночком. Вот, такой мягкий, пушистый, который в случае чего защитит. Который там в случае чего даже будет грозным. Почему-то её всё представляют в каком-то виде там облачка, да. Обычно там, которая живёт где-то там внутри. С яркими голубыми глазами. Многие традиции говорят о том, что души нет. Знаете, я один раз даже видела свою душу. Не знаю, не хочу её представлять, мне не очень интересно. Мне разумеется, что душа выглядит, как выглядит моя печень. Ну, это такие темы, на которые я пока ещё не готов говорить. Мне кажется, душа выглядит, как выглядит и человек. Тогда она гораздо больше, чем я. У меня рыжая душа. Ну, наверное, размером с этого помещения всё. Душа выглядит примерно так же, как мои мысли. Может быть, когда-нибудь увижу. Короче, если увижу, я вам сообщу. Здесь нужно определиться с терминами. Что мы называем душой и как вообще это можно определить? Нам нужно душемометр изобрести. Засовываешь его в подмышку, он тебе говорит, какая душа. Субтитры сделал DimaTorzok